Глава пятнадцатая Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался? Глава пятнадцатая Учениями, заповедям человеческим. И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ, всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр же, отвечая, сказал ему, изъясни нам притчу сию. Иисус сказал, неужели вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит? Сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеенко, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера Твоя, да будет Тебе по желанию Твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих. И повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят Ему ученики Его, «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус, «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали, «Семь и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Продолжение следует...